Бог попустил, он говорит, почему ты попустил, Исаия прозрел, он говорит, я знаю, ты попустил беззаконие прийти в нашу жизнь, почему? Потому что мы огорчаем Духа Святого, потому что мы огорчаем Духа Святого. Почему ты попустил ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться тебя, обратись ради рабов твоих, ради колена наследия твоего, которое время владел им, короткое время владел им народ святыни твоей. Враги наши попрали святилище твое. Мы сделались такими, над которыми ты как бы никогда не владычествовал. Мы сделались такими, над которыми ты как бы никогда не владычествовал и над которыми не именовалось имя твое. То есть что произошло? Искупленные, оправданные, облеченные в его одежду святости, омытые кровью его, запечатленные, отделенные. Мы сделались такими, как будто бы никогда его имя не было над нами, и как будто мы никогда не знали его. И у меня ужас внутри приходит, я на самом деле, наблюдая реальную картину, я признаю этот признак нашей церкви, я вижу это. Мы живем, как люди этого мира, как будто никогда над нами не было имени Божьего, и как будто никогда мы не именовались его народом, и как будто мы никогда не были запечатлены его Святым Духом, как будто он не облекал нас в силу и не давал нам победу, как будто мы не именовались его именем, и он никогда не владычествовал нами. Что с тобой, сестра? Ой, у меня проблемы, у меня проблемы, надо молиться. Ой, вы только один ответ у вас, молитесь. И люди в церкви бесятся от того, что им, говоришь, надо молиться, потому что, когда ты прибегаешь к святому трону Божьему, там ответ. А как ты туда придешь, если ты не будешь молиться? На ходу, по дороге на работу или там, когда готовишь кушать? Нет, должно быть отделенное место. Да, это тоже хорошо, что ты везде и всегда на всяком месте ищешь его лица, но если у тебя нет твоего отдельного места, ты живешь, как эти люди. Просто они ходят в кино по выходным, а мы в церковь. Мы приходим сюда, садимся здесь и ждем. Ой, Лида о сексе будет учить. У всех пошла молва по церкви, что я буду учить о сексе. Как будто тем и другой нет, женщинами разговаривать. Я не буду учить о сексе. Друг друга научите со своим супругом. Но я хочу, чтобы мы возвратились в состояние кроткое перед Богом. И вспомнили. Говорит, вспомни, откуда ты не спал. Вспомни, когда Дух Святой касался тебя каждый день. Вспомни свою первую любовь. Вспомни, как ты мужу говорила, ладно, нам не нужен новый диван, давай поучаствуем в строительстве Дома Божьего. Да ладно тебе, это потом успеем. Давай мы это сделаем. Давай пойдем помолимся, давай читать Библию будем. Сейчас мы злимся на своих мужей за то, что они приоритет дают Царству Божьему. Что с нами? И потом мы плачем и воем. И этот вой доносится до неба. И Богу жалко на самом деле нас, потому что искупительная жертва есть. И есть избавление, есть сила избавлять. Есть могущество Божье избавлять. Амин. Есть могущество Божье избавлять. Есть сила Божья избавлять. И на этом месте, говорит Бог, и здесь есть Его присутствие, чтобы исцелять. И здесь есть Его присутствие, чтобы раздружать проклятие в твоей семье. Ты думаешь, ой, ну там Бог где-то творит чудеса, а мой муж, ну это невозможно, это возможно, нет человека, который бы просто не мог противостоять бы Богу, устоял бы перед Божьей властью, силой, любовью и так далее, нет, почему до сих пор наши дети грешат, почему до сих пор проблемы у нас в отношениях, в браках, почему мы до сих пор скитаемся, как будто мы не знали Господа, как будто Его имя не именовалось над нами, у нас вой дома, у нас крик дома, у нас неверие в наших устах, мы говорим слова проклятия, ненависти своим мужьям и женам, мы поступаем против Христа Христова и против заповеди Его, почему это, как будто Он и не владел нами, что значит, когда Бог владеет нами, что это значит, вы понимаете, это когда ты живешь по Его уставам, это когда твои уста, Его уста, это когда твои глаза, не демоны и бесы через них смотрят, а Бог смотрит через твои глаза, это когда твой язык не соединяется с преисподней, а кроткое наставление на твоем языке, все, что противоречит Писанию, это огорчает Духа Святого, и поэтому вой и стон и плач, и мы говорим, нету Бога, ну во всяком случае в моем доме, в моем случае ничего не происходит, в моем случае ничего не происходит, я очень искренне люблю каждую из вас, и я понимаю ваши все боли, и когда люди ко мне приходят, я так стараюсь им помочь, и физически, и морально, и психологически, но я знаю, что ключ все равно в духе, даже если мы тебе поможем финансово, даже если мы твоему мужу там поругаем, даже если мы твоим детям скажем что-то, ключи жизни у Господа, я не могу взять атмосферу в твоей семье под свой контроль, приду и наведу, я только в своем доме могу прийти и навести что-то, я не могу взять под контроль ваши отношения с мужем, потому что только при мне вы будете хорошо себя вести, но я же не могу быть всегда с вами, есть зоны, где я и не должна быть, и в принципе третьего там не должно быть в браке, да, есть люди, от которых мир исходит, миротворцы, да, ты приходишь в их атмосферу и любишь своего мужа, уходишь, опять ненавидишь, у меня были такие периоды, когда у нас конфликты в отношениях были с Мишей, ну разлад был, и я приходила к Ольге, и она не всегда со мной даже разговаривала, ей некогда было, такая, ой, Ольга, у меня вот проблема, за ней хожу, она такая, да, Олечка, все, в жизни бывает, там делать свои дела такие, ты, главное, у тебя сердце хорошее, Бог тебя любит, ты, главное, вот, и там переставляет, что-то делает, кому-то что-то скажет, Бог верный, верный Бог, Он с нами, ты вот, твое сердце так посвящено Богу, Он придет, Он ответит, и Миша хороший, все хорошо будет у вас, я даже не вникала в вопросы, ну я так ходила за ней, думаю, ну да, конечно, Ольге, все хорошо, ну ладно, мне надо идти, побежала, все, пока, поцеловались, разбежались, но я прихожу домой, я его люблю, какая-то атмосфера меня напитает на какое-то время, я, мне уже не хочется, смотрю на него, ну и правда, он, такое лицо у него доброе, когда еще меня не трогает, молчит, просто сидит, думает о чем-то, такие глазами, прям Господь в них, да и ладно, ну обидел меня, ну и обиды как-то ты эти все прощаешь, и после служения мы такие лапочки приходим домой, после женского тоже придем, будем своих мужей обнимать, и скажем, да это я, все сатана, это во мне причина, но самое главное, чтобы на этом все не закончилось, весь твой плод, но потом проходит какое-то время, это влияние рассеивается, атмосфера чужая, хорошая очень, но чужая, не твоя, и ты опять, твоя истинная природа в тебе, она тут как тут, она проявит себя, присутствие пастора, проповедь пастора, наставление пастора, я даже вам скажу, что молитва, она дает тебе силу какую-то, на какой-то рывок сделать, да, в сторону победы, но нужно в корне что-то менять, нужно менять что-то в корне. В Иереме 31 главе написано 28 стих, я один стишочек только возьму, Бог говорит, «И я наблюдал за ними, искореняя, сокрушая, и разрушая, и погубляя, и повреждая». А потом Он говорит, «Так буду наблюдать за ними, созидая, насаждая, говорит Господь». Преступления, они приносят разделение, и Бог наблюдает за Своей церковью, и когда Он наблюдает за нами, Библия говорит, что Он нас повреждал. Когда в твоей жизни боль, не всегда дьявол виноват. И не всегда наследственное проклятие виноват. И бесы эти бедные, которых мы уже задолбали, делая козлами отпущение за все, что мы делаем сами. «А дьявол, бесы пошли вон!» А Библия говорит, «Нет, небесы сейчас вторглись в твое естество. Да, они влияют на тебя, поэтому ты и удаляешься, поэтому ты и огорчаешь Духа Святого. Но причину ищи в себе. Вот сейчас посмотри в свое сердце. Не надо думать про твоего мужа, что это он тебя провоцирует на грех. Очень яркий пример пастор приводил, что когда сдавливают апельсин, оттуда выходит апельсиновый сок. Даже если муж на тебя наступит физически. Если ты апельсин, но если ты гнилая картошка, то она очень воняет сильно. У нас все виноваты. Дети нас провоцируют. Муж нас провоцирует и так далее. Псалмопевец Давид – это человек с кротким сердцем. И в 64 главе там молитва есть одна, очень прекрасная. Он молится Богу. Он всегда пел, молился Богу. Мне так нравится это. Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе. Тебе воздается обед в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, и к тебе прибегает всякая плоть. Четвертый стих, 64 глава Псалмы. Дела беззаконии превозмогают меня. Дела беззаконии превозмогают меня. А дальше он говорит, а ты очистишь преступления наши. Ты очистишь нас. Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих. И мы насытимся благами дома твоего, святого храма. Ты посещаешь землю, и ты утоляешь жажду, обильно обогащая ее. Поток Божий полон воды. Ты приготовил хлеб, и так далее, и так далее, и так далее. То есть он говорит, что беззаконии меня превозмогают. Это был момент искушения. Но потом он говорит, но ты, Господь, победитель. Мы должны подчинить себя Божьей истине и Божьей победе. Амэн. Не душевность, не какие-то ключи психологические не выведут тебя из состояния угнетения, когда ты произвел разделение твоих грехов, и беззаконие произвели разделение между Богом и человеком. Мы можем говорить о том, как сохранять хорошее настроение. Есть очень много ключей. Проснулся утром. Один ключ. Не в обед. Не вскакивай бегом, а посмотри вокруг. И скажи себе, о, жизнь прекрасна. Я же вижу. Сел. Я могу садиться. Встал. Ой, стоять могу. Ходить могу. Шторы открываешь. Солнце. Мирное. Птицы поют. Природа еще не совсем отравленная. Что-то есть доброе на этой земле. Потом включаешь воду, она бежит. О, вода, круто. Чистая, бесплатная. И так далее, и так далее, и так далее. И уже пока ты вышел на улицу, у тебя супер настроение. Потому что благодарность разрушает ропот и недовольство. Это ключ. Но это психология. А если у тебя бесы, то знаешь, солнце, я горячее солнце. Знаете, как мужик один, отопление у него отключили? Он лежит и мерзнет. И вспомнил, что есть тренинги такие. Убедить себя, что тебе тепло. Он говорит, мне тепло, мне тепло, мне тепло, мне тепло. Блин, нос уже посинел, сопли замерзли. Но мне тепло. Я солнце, я горячее солнце. Не может уснуть от холода. Начал считать. Раз, два, три, четыре, пять. Соседка пять рублей одолжила, год не отдает. Ты все равно не сможешь позитивом наполнить свою жизнь. Когда между тобой и Богом произведено разделение, когда ты огорчаешь Духа Святого, ты там досчитай до сотни тысячи. Ты там себе купи новую шмотку. Ты там себе переставь мебель в квартире. Приготовь кекс только себе одной. Говорят, это тоже помогает. Хотя я не знаю, как-то в одну рожу есть. Но говорят, что ты когда себе одной что-то делаешь, у тебя, ох, самооценка, и у тебя настроение поднимается. Ну, я не пробовала никогда. Мне некогда было себе что-то одно готовить. Помыться толком не могу. Забегаю, и все ломятся следом. Но у меня все равно хорошее настроение бывает при всей моей жизни. Когда у тебя мир в сердце, и у тебя хорошее отношение с Богом, то Библия говорит, и даже если смоковница засохла, зараза там, плодов не дала, скотина вся какая-то худая, тощая, паршивые овцы, и так все плохо в твоей жизни. Он говорит, но у меня когда мир в сердце, то не важно, что у меня в кошельке пусто, я буду славить Бога моего, не потому что ты сам себя убеждаешь, о, солнце, о, я сел, о, я встал, а в твоем сердце будет песня Господу. Это другой уровень хвалы и другой уровень поднятия настроения. Как Давид, он проснулся и говорит, а, настроения нет. Говорит, посмотри, Давид, какое поле зеленое, а сколько у тебя овец. Все, это папина, конечно, но ты можешь попользоваться, ты же сын. Нет, он говорит, что ты унываешь, душа моя? Мой ключ в отношениях с Богом. Прославь Господа. Прославь Господа. Прославь Господа. И я скажу вам, благодарные люди, они отчаянно славят Господа. Ленивые, недовольные, но они печальные, они страдальцы, все в жизни плохо, потому что когда тебе плохо в жизни, тебе не хочется славить Господа. Когда разделение между Богом и тобой, даже если ты это делаешь, это лицемерно. Амэн. Псаламопеец говорит, беззаконие приносят разделение. Но он тут же останавливается и говорит, ты очисти мои преступления, ты очисти мое сердце, ты очисти, Господи, меня. Не надо дожидаться, когда ты уже в депрессии лежишь, уже развод в твоей жизни, уже дети в мир ушли, уже все, и ты потом там, ой, наверное, что-то все-таки я не так делала. Как-то поздненько, позднаватенько ты очухалась. Посмотри вокруг себя, мы должны реальности смотреть в глаза. Я хочу освободить вас от религиозной мистики. Даже если все плохо, все хорошо. Бог, он хочет видеть твое сердце, и он хочет реально разговаривать. Когда он пришел к Иисусу Навину и говорит, ты муж сильный. Иисус Навин говорит, да, конечно, мне очень нравится, что ты говоришь. но я сижу в пещере, как трусливая тетка, и месю там эти зерна, которые украл, потому что духу не хватает пойти туда в поле. Он говорит, а, это ангел не обращает внимания, твоей рукою я избавлю, и так далее, и так далее. Он говорит, моей рукою? Господи, я в пещере сижу. Видишь? Когда ты слышишь слово от Господа в твоей жизни, в твоей жизни реально, да, я помазанник, я помазанник, размазанник, я помазанница, размазанница, если реальная картина, это пророчество, которое Бог посылает нам, чтобы вырвать тебя из этого состояния, где ты находишься, ужасного состояния, потому что если слезы, если ты ложишься спать, и у тебя на сердце нет мира, если ты встаешь утром, и тебя гложет какая-то заноза, если ты выходишь из дома, и ты себя не любишь, если ты смотришь на своих детей, и тебя не радует то, что ты видишь, не надо одевать маску, и такая, ой, побегу в церковь, чтобы не видеть этого дурдома, там отцарствовать, вы все нечестивые, и побежала себе, и здесь наслаждаешься Божьим присутствием и чужой атмосферой. Богу это не надо. Он говорит, возвратись в свой дом. Если там есть плач, если о чем-то ты молишься, 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 нет ответа, Бог говорит, возвратись в свой дом. Если ты о чем-то плачешь, 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 и нет ответа, Бог говорит, возвратись в свой дом. И посмотри, что там происходит. В 118-й Псалон 149-й стих Давид молится. Он осознал всю эту ситуацию, в которой он находится, и он молится. Преступления, которые совершил я, они принесли разделение. Но ведь я заповеди твои навязал на своем сердце и на своих устах. Что не так я сделал, Господь? Я следил, старался за своими стезями. И границы свои я провел в местах прекрасных. И он там говорит, много всего говорит. Потом снова говорит, но я все равно буду петь, я все равно буду радоваться. Но муки меня объяли адские, и все так плохо в моей жизни. Но я все равно, я хочу приближаться, я хочу идти к тебе. И потом в 149 стихе он говорит, услышь голос мой. Услышь голос мой. Услышь голос мой. По милости твоей, Господи, по суду твоему, оживи меня. Оживи, это воскреси. То есть он признает, я мертвый. Это молитва отчаяния. Может, это последние силы собрал, говорит. И говорит, Господи, услышь голос мой. Услышь голос мой. Я столько молюсь уже. Я уже даже не верю, что моя молитва, она что-то изменит в духовном мире. Я уже не верю, что я услышу, увижу ответ. Я не верю, что я буду счастлива. Я не верю, что я буду видеть плод своих молитв. Я не верю, что мои жертвы, они придут на память твою. Но вот это, знаете, как последний рывок. И он говорит, услышь и оживи. Ты из своей смерти можешь сказать это Богу. Вот моя реальная картина, вот мои дети. Не все ладно. Или даже все не ладно. Вот моя экономика. Да я с конца, с концами всю жизнь свожу. И эта нищета уже просто уничтожает. Вот мое служение. Ни силы, ни духа, ничего, ни молвы. Все на одном месте, все пагуба. И я вроде хочу, и порывы добрые во мне есть. Услышь. Услышь меня, Господи. И оживи. Потому что сила воскресения, только она способна разрушить вот это состояние. Только сила воскресения. Псалом 106. Говорит, он послал слово и исцелил. И избавил от могилы. Он послал слово и исцелил. И избавил от могилы. Сегодня этот день, когда Бог принес свое избавление от могилы. Неважно, в какой могиле ты находишься. Это твой брак или это твое духовное состояние. Это твои дети или это твое служение. Это твоя экономика или ты просто бесцельно живешь. И ты вообще не видишь перспективы никакой. Пустота в твоем духе. Если ты примешь это слово, то ты оживешь. Очень ревность у меня поднимается, когда я в присутствии на служении вижу людей, которые после служения подходят и говорят, задают вопрос, там вот ситуация какая-то, когда пастор тут столько дает ответов и здесь столько помазаний. Просто беги в это присутствие и хватай. И вот они сидят, все служение выжидают, когда оно закончится, и идут и задают вопросы. Или задают, или просят помолиться отдельно. Послал слово и исцелил. Я не верю, что Бог только одной женщине в этом зале говорит сегодня. Или хотел бы говорить только одной. И сбрал одну, и вот все вы собрались, чтобы одна услышала. Я не верю, что это три или пять. Я не верю даже, что это пятьдесят процентов. Каждый раз, когда ты приходишь в Дом Божий, Бог говорит каждому сердцу. Амин. Бог говорит каждому сердцу. Мы возвращаемся к Михею. Для чего же ты ныне так громко вопьешь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника? Что тебя схватили муки, как рождающие? Разве нет у тебя царя? Разве нет у тебя советника? И дальше в 10 стихе он говорит. Страдай. И мучайся болями, дочь Сиона. Как рождающие. Ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона, там будет спасение. Там и скупит тебя Господь от руки врагов твоих. Мучайся. Рождай. Воскресай. Мучайся, как рождающие. Мучайся. Но только не в своих болях. Не от своих болей. Понимаете, есть разные разные мучения. Когда ты мучаешься от того, что тебе плохо, и терзаешься в ненависти от всего, что вокруг тебя происходит. А есть, когда ты мучаешься в болях родов, своей судьбы. Когда ты говоришь, я знаю, искупитель мой жив. Я знаю, я вижу свое распадающее тело. Я вижу своих отступников детей. Я вижу, как ад просто открыл свою пасть. Я все это вижу. Но я кричу перед тобой, Господь, потому что я знаю, искупитель мой жив. И может быть, не сегодня, и может быть, не прямо в этот момент, но мои глаза, не глаза другой женщины, а именно мои глаза, они увидят спасение Божье. Я знаю, я знаю, искупитель мой жив. И я знаю, он силен восстановить меня. И я не согласна болеть. И я не согласна страдать. И я не хочу раньше времени умирать. И я не хочу раньше времени хоронить своих детей. И я не хочу раньше времени видеть то, что вообще не Бог планирует в моей жизни. Я не хочу это видеть. Я не хочу видеть погибель праведников. Я не хочу видеть, как отступники уходят и погибают эти дети, заблудшие из церкви. Я не хочу видеть поругание народа твоего, я не хочу это видеть, я не хочу видеть бедствия народа моего, я хочу видеть спасение твое, и поэтому я буду кричать, как рождающая, не в крике злости и ненависти к своим родным и к своей горькой несчастной судьбе, и не плакать от того, что ой, как плохо, как меня все не любят, какая я отверженная и какая жизнь несправедливая. Он говорит, отчего ты плачешь? Отчего этот стон в твоей жизни? Что с тобой происходит? Для чего ты ныне так громко вопиешь? Скажи, для чего ты вопиешь? Почему ты вопиешь? Почему ты приносишь эти жертвы? Ради того, чтобы галочку там отметить какую-то, или ради чего ты кричишь в своем доме? Он говорит, это крик души, говорит, страдай, мучайся болями, но чтобы это не было напрасно, но если мы уже мучаемся, давайте мучиться в правильной войне, если мы живем в этих ферзаниях и в вечной войне, ну давайте уже изменим направление своих военных действий. Зачем нам воевать с нашими мужьями? Зачем нам воевать со своей природой? Зачем нам воевать с собой? Зачем нам разрушать себя? Зачем нам разрушать и уничтожать наших детей, наших сыновей, дочерей? Зачем нам разрушать наших пасторов? Но если уж ты воюешь, если все равно мира и покоя нет, то направь свою войну в правильном направлении. Если ты плачешь, если ты воешь, если ты стонешь, если ты вопиешь, то он говорит, ты страдай, продолжай это делать. Но вернись, выйди из этого города, то есть из своей твердыни, из своего представления об этом мире. Выйди из этого состояния, что раз ты душевная, все должно быть в тебе вот так выстилаться, потому что ты, видите ли, душевная. Я согласна, я очень понимаю женскую душу, я сама такая очень мягкая и плачу по причине без нее. И просто вообще я все очень чувствую эмоционально, но меня иногда так раздражает, когда происходят духовные действия, когда Божий поток духа здесь на этом месте просто как в вихре идет. И я вижу душевных, тех же душевных сестер, которые дома детей гладят, собачек, и они также к Иисусу относятся. Мы должны быть разными. Есть время, когда мы душевные, и это никто тебя за это не осуждает. Нормально, и мы душу твою будем лечить, и будем помогать тебе. И много всяких мероприятий проведем еще для душ наших женских. Но есть время духовных событий, есть время духовных событий в нашей жизни. Дорогая моя сестра, есть время духовного события в твоей жизни. И сегодня это место и время, когда Бог запускает этот поток духа в твоей жизни. Зайди в этот поток, есть время духовных событий. Выйди из этого города своего, выйди из этого места уютного, выйди из этих представлений, там, где ты себя лечила и уговаривала. Ну, не так все плохо в моей жизни. Смотрите, у других служителей еще хуже, у других сестер еще страшнее. А вот посмотри на эту, а на эту, я еще и ничего, я просто испугом оделась. Все нормально в моей жизни. Ничего, это от меня не зависит. Ну, мои дети взрослые, это их выбор. Нет, если твои дети в аду, здесь на земле, то они в вечности пойдут в ад. Если твои дети вне Бога ходят, вне Божье присутствие, то они не будут спасены. И как ты можешь говорить, это их выбор? Как ты можешь смотреть на их гибель и говорить, это их выбор, они взрослые? Он говорит, плачь, вопияй перед Богом, выйди из этого города, выйди в просторанное, пустынное место, расширь это свое место, дух свой, свое сердце, открой его. Вы слышите меня? Кто-то здесь слышит меня? Бог говорит, открой свое сердце, открой свое сердце, открой свой дух, потому что Господь, Он хочет вести тебя, знаешь, куда? К истокам, там, где было начало этой пагубы, там, где было начало этой проблемы, Он говорит, мы придем с тобой к Вавилону, потому что Вавилон, это есть начало проклятия, это есть олицетворение греха. Он говорит, мы придем к Вавилону. Ты скажешь, зачем Господь возвращает Вавилон, если Он нас вывел из Вавилона, для того, чтобы ты мог разрушить этот Вавилон. Понимаете, мы вышли из Вавилона, из Египта, но этот Вавилон, этот Египет мы несем к себе, и Бог говорит, выходи из этого уютного места.